Мы, в общем, ждем Игоряна. Сейчас он должен выйти из этого 13-го вагона и пойдем с ним снимать интервью вот туда. Игорян – это очень крутой видеограф России. Он делает такие офигенные ролики. Сейчас мы выпытаем у него все секреты, которые у него есть. А мы уже тебя заждали, братан. Привет, привет. Приехал такой, боялся, боялся выходить. Всем здравствуйте, это Игорь Юрьевич. Это интервью специально для блога Speak to Bash. 4 тысячи, то есть это на всех, грубо говоря, мы только на пиво себе на утром, на шайер мы, грубо говоря, зарабатывали, а потом... А, Володу, любовь, любовь, любовь. Взаимно, надеюсь? Цвет, сценарий. Вижу людей в форме, вижу людей с собаками. Короче, пришел, это, грубо говоря, наряд. Первая, наверное, композиция сама по себе. Снимайте, снимайте, снимайте. Всем привет, я Дима Bash, это блог Speak to Bash. И сегодня у меня в гостях очень крутой видеограф, можно так сказать, видеограф всей Руси. Игоря, встречайте. Здорово всем. Здоров. Здорово. Как сам? Все здорово. Вот только с поезда и сразу к вам на съемки. Откуда приехал? С Москвы. Что там делал? Снимал трансмиссию. Не официальный вид, что-то, а диджеем сольные видосы. В итоге вышло, что у главного оператора, который снимал трансмиссию, у него матрица сгорела из-за лазеров. В итоге, короче, половина всех моих видосов пошло на официальный отчет, так что, грубо говоря, двух зайцев убил. Я помню, был рейв, не помню, 2000 какой-то год, у тебя как-то тоже матрица загорела. Да, это был нейропанк, год, наверное, 1016-15, у меня была камера в аренду взята, не помню, какая-то канон, и тоже на лазером выскочила. В итоге ремонт, наверное, 1030 стоило, но нашел матрицу задешево за 1015, так что, грубо говоря, начинал поработал минус, грубо говоря, в ноль. Хорошо, когда ноль. Сколько тебе заплатили, что ты снимал для персональных патронов? Ну, персональные все зависит от задачи, какой нужен ролик, то есть, либо для клипа, либо просто на минутный. А обычно все заказывают на минутный, то есть, там, от 5 до 10, где-то так. То есть, прайс максимально 10 еще? Ну, где-то так, это, как бы, если на скорую руку, то есть, без сильных, грубо говоря, сценарных и прочих моментов, вот. А если сценарные моменты? Ну, там уже 25, то есть, пойдет уже сценарные. А планка выше? Да. Максимально 25 максимум? Нет, 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 выше, 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 выше. А, выше. Ну, свадьбы я снимаю от 45, то есть, так что… То есть, свадьба целый день? Да, да, от 45. То есть, в 6 утра приезжаешь, сбор? Ну, не в 6, там, где-то в 10, в 11, там, сбор невест, регистрация, там, не знаю, выездная, не выездная, там, в час, в два, и банкет. Ну, самое большое время банкет уходит на свадьбе. Мне это знакомо, как фотографу, как знаю, да. Расскажи немного о себе, как ты вообще до этого дошел? Ну, слушай, я, блин, в свое время, когда еще в школе учился, я танцевал по драм-н-бэйс, то есть, степ. Помнишь такое направление, когда… Ножками… С колечкой видосов можно показать? Ну, сейчас, наверное, нет, на камеру не буду, не-не-не, на камеру не буду, я что-то стесняюсь немножечко. Вот. И мы снимали, то есть, видео все было такое, что YouTube только раскручивался, набирал обороты, и все снимали, то есть, делились видосами, и мы, грубо говоря, тоже… Уже брали какие-то мыльницы, такие простые, телефон еще тогда не снимали клево, то есть, снимали, что-то приходил опыт, опыт, и потихонечку, и уже привелось это, не знаю, любовь к съемке. И сейчас, грубо говоря, из хобби появилась основная работа, то есть, этим мы живу. А сколько тебе лет было, когда это началось? Ну, слушай, наверное, 17, где-то так, 17-16. А до 17 лет ты что делал, было у тебя какое-нибудь увлечение творческое? Ну, я не знаю, я думаю, изначально в школе рисовал, так, в школе рисовал, наверное. А так вот, что-то фотография, видеосъемка, для меня это было все новое. То есть, мало кто этим занимался, и мне было среди первых, грубо говоря, интересно. Всем вот этим. Кроме тебя, в семье, в твоей занимательстве нетворчества? Ну, у меня мама учитель ЗО, ну, сейчас она учреждение преподает. Так что, вот, заниматься сейчас дома, грубо говоря, на пенсии, вот. И сейчас там крестика вышила, вышила бисер и все такое. Так что, ну, не знаю, может это просто у нее не творческое, просто уже чем себя занимать. Погнали. Ну, че ты, готов поставить-то? Нет, 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 нет. Че, да? Я трезвенький, трезвенький, да, да. Если бы ты бухнул, то... Может быть, вполне возможно, потому что мы, бывает, этот, как я, ну, там, на всяких рейхов снимаю, там, на неропанках, на World of Dram & Bass'е, там, приходят старые друзья, то танцуют, то есть они до сих пор занимаются. С ними встретимся, тогда там можно чуть-чуть, но я чувствую, что сейчас уже, я уже старею, потому что мне хватает, там, на минуту, грубо говоря, отдыхалка, пот, все выходит. Минута для Инстаграма будет нормально. Начинай. Не-не-не-не. Не сегодня, давай-давай. Почему ты вообще решил снимать видео, а не фото? Я, насколько знаю, ты начинал все с фотографии. Да, было такое, не знаю, ну, вот мы снимали как раз вот эти видосы, ну, периодически, и было интересно фоткать, то есть там, обрабатывать, то-то-то. Ну, в свое время, как-то потом не резко так, я такой понял, что фоткать – это что-то уже не мое, видео мне интереснее, потому что выходили какие-то ролики более большие, что можно было больше раскрыть, чем фотография, вот. А, наверное, больше, наверное, что мне обработка просто надоела, что мне вот это уже, знаешь, тянуло все это. Такой слишком монотонный процесс. То есть монтаж видео не монотонный? Ну, не такой он, если… Я же больше занимаюсь, грубо говоря, after movie, то есть клипмейкинг, то есть там уже все время же… Такой экспромтом, все, каждое видео уже отличается немножко от другого, что во время монтажа уже что-то приходит. А за что больше платят, за видео или за фото платили? Ну, слушай, я тогда, когда фоткал, ну, коммерческих заказов мне не так много было, так что это было больше для души, грубо говоря. То есть прокачивал скил? Да, 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 да. Помнишь твое первое видео, которое ты сделал? Ну, что-то да, 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 да. А что это было, что ты снимал? Слушай, я помню это, наверное, это вообще было еще очень давно, до того еще как начал заниматься. Мы, короче, с друзьями, не знаю, во дворе бегали, снимали с телефона, типа как от первого лица друг в друга стрелял, типа а-ля шутер такой. Ну, это, я не знаю, год, наверное, по себе, может, там, двенадцатый, там, может быть… А, нет, двенадцатый, гру-ру-ру-ру. Седьмой, наверное, там, шестой где-то так, это очень давно. А это видео еще останутся у тебя? Слушай, я думаю, нет, я что-то искал на саранках, говорю, не нашел. Ну, у меня была такая, знаешь, ностальгия приходит, такой, хочу еще найти, но все потерялось. Понятно. Так, давай поговорим по Мотор ТВ. Как основалась эта организация и почему ее не стало? Слушай, Мотор, вообще, длинная история с ним. Она вообще, Мотор ТВ зародилась в Вологодской области, в городе Череповец. Мой друг Женя Судаков организовал а-ля такую промо-группу, медиа-промо-группу. И делались в Вологодской области отдельные отделения, то есть на каждый город, там, небольшие города. Вот, и мы с ребятами, я жил тогда еще в Белозерске, учился в колледже. Вот, и мне друг такой звонит, говорит, слушай, Игоряна, есть суперидея. Там, мне друг Череповец сказал, что, говорит, ты явился, ты снимаешь видосы, не хочешь попробовать? Рассказал, мы такие, ну, давай сделаем топ-хоп-хоп-хоп. И спустя там, наверное, года четыре мы с другом переехали в Питер, он уехал обратно, я остался. И в какой-то вечерах я сижу такой и думаю, что-то мне скучно, нечем заниматься. То есть у меня работа, это как угнетало такая, мне хочется что-то, ну, или творить чем-то другим, правильно заниматься. И такой, Жеке звоню, говорю, Жека, слушай, может, в Питере замутим мотора? Он такой, давай, я только за. А потом, на одной вечеринке, там, Нералшок был, Денчик фоткал. За кадром, его не видно. Ну, это вам здесь, Денчик, если вот там. Увидел Денчика, увидел, что у человека горят глаза, подошел, сказал, Денчик, не хочешь попробовать? Попробовать в новом проекте. Денчик сходу, давай говном вопрос, погнали. И потихоньку-потихоньку мы, то есть, переходили там, сами снимали, то есть, фоткали. Там периодически появлялись новые ребята, кто-то уходил, кто-то приходил. С тобой мы тоже что-то пробовали. Да, меня вписал туда. Да, 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 что много было такого, но со временем у всех свои интересы появлялись. У всех, грубо говоря, время уходило. У меня еще основная работа появилась, которая много времени тратила. И потихонечку-потихонечку все на нет сошло. Это максимально кратко. Мотор ТВ, это была коммерческая организация? То есть, она приносила какой-то доход? Ну, слушай, я думаю, что это даже не доход, это просто, ну, на расходнике. То есть, в аренду камеру взять, там, свет, там, этот, стадикам механический. Тогда еще не было электронный, сейчас как Денчик снимает уже профи уже с таким оборудованием. А раньше мы все там как-то вот так, штативы какие-то там у нас треноги, еле-еле такое все живое. Упор. Упор плечевой, я не знаю, там, фотка может где-нибудь найду, там, можно ставить его. Так что, такое было, что это больше, потому что мы больше снимали андеграундные вечеринки, там, драм-н-бэйс, там, в общем, такое, что... Сам знаю, что в этой, грубо говоря, ну, в этой сфере как бы денег не так много у организаторов, то есть, мы, грубо говоря, больше поддерживали культуру, можно так сказать. Я думаю, что так. Ну, там уже выходили, там, уже когда на TC Group, что там уже, уже бюджеты появились, но это уже было как, уже интереснее, что и уже коммерческий интерес появлялся. А так, в основном, что мы, там, ну, снимали, там, ну, на троих, там, за пять, там, за четыре тысячи, то есть, это на всех, грубо говоря, мы только на пиво себе на утром, на шаверму, грубо говоря, зарабатывали, и потом через неделю выдавали материал. А почему ты уехал из Санкт-Петербурга? Слушай, у меня было предложение переехать в Крым, работать на территории бывшего Казантипа, сейчас это называется территория Зат-Сити. И, то есть, я такой, от этой возможности не отказался и, грубо говоря, отказался от всего, уволился и поехал. Ищем, почему ты уехал в Вологду? А, в Вологду, любовь, любовь, любовь. Взаимно, надеюсь? Взаимно поначалу, потом ничего не получилось, в итоге я остался там и, грубо говоря, не жалею даже нисколько. Расскажи, работать с другими видеографами комфортно тебе или тебе лучше всего одному? Нет, когда я работаю в команде, это всегда здорово, потому что каждый человек отвечает за конкретно то, что ему нужно делать. Когда ты работаешь один, и тебе все, и свет, и вторая камера, и микрофоны, звук. Так что, конечно, работаю только в команде, но я сейчас работаю один, потому что я езжу много куда. Из-за этого, грубо говоря, я напарников почти не беру, потому что если работать в команде, надо работать с одними людьми. Разные города, это как бы разные люди, тоже как бы можно сорганизовать команду, что в одном городе, по-другому. Но все-таки все свои дела бывают, свои съемки, что это не так уж легко все совместить. Хорошо. Когда ты один работаешь, ты уже видишь конечный результат на моменте съемки, либо конечный результат приходит на моменте монтажа? Ну, смотря как, смотря как, смотря какой, ну, смотря... Автор мой их, с меня... Ну, автор мой, ну, примерно все время есть такая картина, как в голове, но обычно все-таки на монтаже, потому что еще не знаешь, какой трек будет, грубо говоря, там либо организаторы скинут там масшап какой-то другой, и ты такой, блин, надо подводить под музыку, то есть видеоряд составлять, что не так это все. Всегда бывает просто, как хотелось бы, вот. А вот скажи, у тебя есть какая-нибудь история, связанная с мерой фотографии? Сейчас. Интересно, любая. Ну, слушай, ну, не с фотографией, наверное, больше с видео, а снимал как-то трансмиссию, не помню, в 2017 году. Была она в этом, в клубе, сейчас, блин, забыл. Клуб, клуб, клуб. Аврора, Аврора. То есть серийные вечеринки, выступают хедлайнеры, и вдруг просто музыка выключается, вижу людей в форме, вижу людей с собаками. Короче, пришел, это, грубо говоря, наряд, ну, маски-шоу, да, и они там искали ребят, кто там употребляют или распространяют. Нашли? Вроде бы никого не вывели, но я не видел. Ну, самый прикол, что я вижу, что ходят в зале, я еще в официальную вставил пару кадров этого, что там ОМОН ходит и прочее. Захожу в гримёрку, смотрю, хедлайнеры стоят у стенки, типа, я такой, что? Их просто, видимо, всех осматривали, всех поставили, я захожу, передо мной идет там какой-то, ну, по гражданке одетый товарищ майор, будем так его называть. И он такой говорит, все, то есть, гримёрки, не выходим, сейчас всем будем, это, осматриваясь и будем писать. Я такой, нифига себе, такой с камеры, такой, назад ухожу, и все, как бы, еще там закончилось, все здорово было, вот. Премьера, либо да Винчи? Наверно, да Винчи, но я сам в премьере делаю. Ну, нужно переходить, наверное, уже, потому что цветокор, там лучше, много всяких моментов, которых нет в премьере. И премьера, она не идеальная программа для монтажа, просто она, все они крякнуты, они все так херово работают, я тебе скажу, вот. То есть, компьютер слабый, то вообще, как бы, это, беда, беда. Ясно. Хорошо. Скажи три лайфхака, чтобы сделать хорошее видео, твое личное. Есть такие? Не знаю, подготовиться заранее, то есть, ну, подготовка, это, то есть, примерный сценарий, хотя бы у тебя был, чтобы ты понимал. Заранее трек даже найти, и уже на монтаже у тебя уже будет все просто. То есть, без сценария, если есть сценарий, то у тебя уже полбеды сделано. То есть, но, если ты снимаешь интервью, наверное, уже больше выходит. Цвет, сценарий, и все, наверное, даже два, вот так вот. Ты сценарий сам пишешь или уже тебе его дает заказчик? Ну, смотря с кем работаешь, бывает, что сам что-то, бывает, что совместно. Иногда уже заказчик дает примерный план сценарий, то есть, мы от него отталкиваемся уже во время съемки. Я уже что-то говорю, что корректируем, что так и так делать. Обычно все согласовываем, обычно на коммерческих заказах все сразу и даже показываю. Кадры нормально устраивает, да, я говорю, ну, все здорово, значит, снимаем, чтобы не переделать лишний раз, не приходить. Приходилось переделывать? Ну, бывало, но очень редко, очень редко. Ну, обычно по монтажу правки приходят. А что обычно просят переделывать по монтажу? Ну, там просто, знаешь, люди обычно заказывают видео, которые, ну, не сильно разбираются в этом. То есть, они примерно понимают картинку, но они не понимают, как она будет выглядеть. То есть, ты сделаешь, они смотрят это и такие, блин, мы ждали другого. Ну, видишь, когда уже там снова обсуждаем, он говорит, ну, вы же хотели так сделать. Ну, мы видели по-другому. Я говорю, ну, давайте переделывать тогда, хорошо. Но всегда идешь на встречу заказчику, потому что, как период, всегда про группу говоря. Скажи, совет начинающим видеооператорам, видеоографам, с чего начать? Снимайте, снимайте, снимайте. Чем больше снимаете, тем больше монтируете, руку набиваете. Не сидите дома в телефоне, не играйте в игры, как некоторые. Вот, сигареты не курите. Это Денчику было. Да я уже понял. То есть, как бы основное – посылку снимать? Да, да, руку, руку. Все с опытом приходят. То есть, руку не будешь набивать ничто, ничто само по себе не придет. Я думаю, что в этой сфере так. Что любые курсы, наверное, даже не все вытянуть. Потому что курсы же все основаны на том, что просто это бизнес. Деньги заработать на клиентах, а не только научить. То есть, ты не советуешь покупать курсы? Ну, нет. Это выбор каждого. Я не буду никого отговорить. Не говорить точно, что снимать просто у многих, кто занимается, курсы продает. У них же основной идет акцент, что портфолио набивает на съемку. То есть, на съемку там тоже самое с Саботовским. Для новичков же у них акцент больше сделан, но… Ты не думал свои курсы открыть? Очень немного кто об этом говорит, но я пока, наверное, еще морально не готов. Ну, не знаю. Потому что это много времени нужно, это все на подготовку. То есть, у меня помимо этого еще снимок много, еще езжу. Потому что, блин, на логистику очень много времени уходит. То есть, я вот сегодня сейчас не попал на специально, я 8 часов просто ехал, ну, 9 почти. Ну, ладно, отоспался, но это много времени, много времени уходит. Еще плюс монтаж. Потому что, грубо говоря, я бываю, что целый день сажусь и… За видос, за видосом просто машина такая, знаешь, смонтировал, отдал, смонтировал, отдал. Следующую, следующую, чтобы не задерживать. Сколько максимальное количество видео ты монтировал в день? Ну, бывало 15, наверное. Какие-то минуты? Ой, даже больше, больше. Мне по работе было в один день, мне было 30 видео, нужно было сделать там по 2-3 минуты. Для календаря, типа, по QR-коду, ты там, знаешь, подходишь, берешь календарь, и на нем у вас несколько мероприятий, грубо говоря, что были в этом месяце в городе. И вот, то есть, на каждый календарь, на этот нужно было настолько наделать видосов. И сколько тебе за это платили за 30 видео дней? Это у меня была работа, но мне доплатили там, ну, вроде там, десятку, но это, бля, очень мало. Потому что у меня основная капелька... Сколько? Десятка, наверное, все вышло. То есть, это доп к моей зарплате была, то есть, премия, грубо говоря. Ну, я вообще успел свои дела сделать, то есть, грубо говоря, ну, в 8-часовой рабочий день все успел сделать. Перерывал на обед, кофе, там, сигареты покурить. Ну, знаешь, десятка в день тоже не каждый заработает. Ну, возможно, возможно, но если я бы делал это, грубо говоря, не по работе, ну, это был ценник, наверное, раза в два больше. То есть, ну, в два раза, то есть, 20-30 где-то тогда. Может, даже больше. Хорошо. Сколько нужно вложить денег для минимального набора видеографа? Слушай, мне кажется, сейчас век таких цифровых технологий, что сейчас нужен просто, ну, айфон либо какой-нибудь флагман, телефон, и все, больше ничего, как бы. Ну, главное, все же здесь, это, как говорится, старый такой, не знаю, стата про программистов. Для написания сайтов, ну, нужна особая программа, блокнот. А чтобы написать сайт, нужен еще особый драйвер в мозге. Все, больше ничего. Тут то же самое в съемке, как бы, все же от головы зависит, как бы. А сколько можно заработать на этом? Ну, сколько можно заработать в таком профессионал, как ты? Ну, мне кажется, ну, если акцентироваться, там, грубо говоря, на свадьбу, то можно от 50, то есть, за один свадебный день. То есть, выходные ты можешь, там, 100-150, поднимай, можно больше. Ну, смотри, какие заказы будут, свадьба большая, что ты можешь, там, бюджеты за 150. Ну что, а где искать заказы? Слушай, я, я, честно, сам, я обычно, вот, когда Володя вернулся, я такой понял, что мне нужно выходить на рынок. Я просто всем писал, как, всем клубам, всем ресторанам, там, знакомых спрашивал, просто всем, грубо говоря, сарафанным радио вот так. Это же, как мы мотор запускали, что мы тоже же, мы там же не то, что не знают, что мы такие. Мы всем писали, давайте мы снимем видос, вот, нам здесь парочка примеров портфолио. Мы, грубо говоря, набивали портфолио, сделали контент, и, вроде, сарафанкой все расходилось, то есть, все эти таргеты, таргеты, оно работает, но оно, там, знаешь, лайки, там, просмотры дает, но, мне кажется, оно так не дает такой отсыл, как сарафанное радио. Что же у нас как, у нас же все по связям, грубо говоря, что знакомый кого-нибудь, и знакомый, там, видеограф, и знакомый фотограф. Обычно так. Хорошо. А вот, что нужно писать заказчику, чтобы взяли именно тебя, ну, выловили тебя? Что нужно сказать? Есть какие-нибудь ключевые слова? Ну, что, я так обычно всегда говорю, что с приоритетом, что на долгосрочное сотрудничество, что взаимовыгодные отношения, что было как-то так. То есть, не цену сбиваешь? Нет, 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 мне удобнее всегда работать с одним заказчиком, грубо говоря, мне даже пусть будет фиксировано, но я всегда буду знать, что раз в месяц мне от него будет приходить заказ, ну, я его сделаю, вот, и все. А чем я буду так, знаешь, метаться от одного к другому, мне может просто выпасть месяц вообще без заказов. Ну, тут у меня хотя бы фиксировано, я точно знаю, сколько я получу. Но, грубо говоря, вот так я с некоторыми ресторанами работаю, с сетилами там. У тебя много заказов в месяц сейчас? Ну, сейчас, наверное, ну, больше, наверное, 10-15 бывает. Ну, бывает, что там, выпадет в месяц, что такое, блядь, что увольняться, что я думаю, что вот уволиться. Ну, сейчас у меня такие мысли приходят, но я пока держусь, держусь. Я понял. Хорошо, как правильно оформить портфолио видеографа? Где оформить? В Инстаграме, ВКонтакте или в каких соцсетях? Ну, слушай, я вообще, я сейчас пытаюсь в общях, то есть везде. То есть у меня там личная страница ВКонтакте, группа ВКонтакте. В Инстаграм я выставляю, то есть в Инстаграм я еще, то есть сториз там выкладываю бэкстейджи, то есть как съемка проходит, то есть там и монтаж показываю. ВКонтакте этого не делал, ВКонтакте просто готовы работать. Ну, вот и сейчас, наверное, годом я пользуюсь Яндекс.Услугами. И мне товарищ мой из Череподца, Женя Судаков, скинул. Типа, вот Игоря, ты профи, тебе, наверное, нужно пробивать эту тему Яндекс.Услуги. Ты выйдешь в топ типа по этим. Я, короче, постарался, там все оформил, все текста написал, а-ля портфолио собрал, там попросил отзывы выйти, и как бы я сейчас сбиваю видеографолога, и моя первая фамилия, это приятно. Такой сервис, как YouTube, не используешь? Ну, мне много кто говорил. У меня даже приложение это установлено, но у меня руки еще не дошли до него. Ну, я думаю, что уже, наверное, буду переходить на ту же площадку. Ну, нужно, нужно. Хорошо. Если начинающий видеограф захочет просить у тебя советы, ты открыт? Да, да, я всегда готов советы дать, подсказать. То есть тебе можно спокойно писать и спросить? Да, да, ну просто тоже люди должны немножко понимать, что у меня тоже свое личное время, что я не всегда могу на слишком большие разъяснения там давать. Ну так, всегда, конечно, все расскажу, расскажу. Что еще нужно новичку знать? Ну, вот ты же прошел долгий путь, у тебя были грабли, ошибки. Какие вот ошибки были у тебя? По съемке? По съемке. Да, да, по видео. Слушай, блин, ну, нужно, наверное, теорию больше все-таки знать по все эти, как нужно правильно камеру настроить, то есть как выдержку выставить, то есть диафрагма, все такое, экспозиция, правил экспозиции, кадрирование, то есть композиция. То есть такие, как бы они не элементарные, точнее, вещи, которые точно ты должен знать, чтобы кадр у тебя был красивый. То есть уже расстановку света, а дальше уже камера уже это, то есть это второстепенно, грубо говоря, то есть можно хоть на что снимать на телефон, как уже говорил. Ничего такого. То есть основное, а главное это в голове? Да, 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 все это так. А как ты видишь идеальную картинку? Ну, слушай, я не скажу, что я вижу, но я очень много видео смотрю, но оно же как, обычно все уже давно придумано, даже в кино, грубо говоря, в театре, всего же там, как говорят, 8 или 12 сюжетов, остальные все они, грубо говоря, все просто переиграны. Тут то же самое, то есть все давно, все снято, все, уже ничего ты нового по факту не примешь. Ты можешь какие-нибудь там эффекты и прочее добавляются, но оно все было давно просто, все сейчас это раскручивают на так, что ты все равно что-то снимешь, просто может поменяться фон, человек в кадре, ну все одинаково дело. Ну просто это меняется, когда себя адаптируют по определенный ролик, там, фильм по-своему, то есть все же самое сейчас, все режиссеры снимают, что они бывают отсылки делают к картинам, то есть много чего замечало, что там этот, что композиция то же самое, даже человек так выставлен, а это, блин, это просто, грубо говоря, референс картины с обычной, так что с эпохи Возрождения, грубо говоря, вот. Понятно. Можешь сказать, например, три составляющих идеальной картинки в видео? Три, три. Почему три? Ну давай пять. Ну не, не пять, но... Ну, первое, наверное, композиция сама по себе, как устроено, золотое сечение, золотое, там, параллельно-непараллельно, ну ты сам знаешь, как бы, ну, имей в виду, что имею в виду. Правильно выставленный свет, потому что свет в видеосъемке одно и самое главное, потому что если ты светом не умеешь использоваться, у тебя будет шляпа выходить, то есть плоская картинка и прочее, а третья, ну, не знаю, тоже, блин. Ну, правильно, как у тебя настроена камера, думаю, что так, наверное. То есть я, грубо говоря, сейчас, я не всегда себя осознавал видеографом, а после мотора, грубо говоря, я начал понимать, что вот видеосъемка-то мое, что вот, и у меня очень хорошо вспоминается с людьми, которые со мной окружали, были со мной в одной команде. Музыку пробовался, диджейингом занимался тоже в свое время, но, ну, понимал, что в видео, наверное, что-то такое более узкое, мало кто им занимается, и, наверное, из-за этого больше интереснее. Может, из-за этого просто получается, наверное, из-за этого. наверное, из этого. Нужно же заниматься все-таки то, что у тебя лучше получается. Ну, развиваться нужно, но в других сферах наверное, кажется, должен заниматься своим. Как вообще людям находить себя? Слушай, такой философский, конечно, вопрос, но с чего-то начинать методом проб и ошибок. Ты считаешь себя крутым видеографом? Я парень, наверное, скромный в этом плане. Ну, как бы сам себя не люблю позиционировать с таким, что крутой, типа все такое. Но, ну, я чувствую за собой, что у меня немножко отличается от других. Что-то есть, может быть, свой стильный, может быть, уже появляется, но прям, что таким крутым нет. Наверное, скромный больше берет. 10 баллов максимум. На сколько себя оцениваешь? 5. 10. Средний, средний. Нет предела совершенства. Нужно развиваться, развиваться, развиваться. Были такие случаи, что во время работы к тебе подходили девочки и хотели с тобой познакомиться? Бывало, бывало. Знакомился с тем, что я не знаю. Раньше было, сейчас я так, ну, как бы скажу, если вам нужно по съемке, там, по работе, тогда сейчас уже, уже, не знаю, может, неинтересно уже такое. Ну, приятно, что приходит, что там спрашивают, но больше уже, наверное, профессиональный интерес, никаких там, знакомств, каких-то интрижек. Были какие-нибудь продолжения? Ну, прям так, что со съемок, чтобы я что-то там уезжал с девчонкой, прям, ну, такого, мне кажется, не было. Вроде бы не было. Ну, может, было, но я не помню, честно, честно. Сокос, сокос, снято, так что, вот. Потому что тяжело уже на следующий день, потому что я обычно, как съемка, один день съемка, второй день монтаж, то есть съемка-монтаж, съемка-монтаж, и поэтому, что, если ты еще бухаешь параллельно на съемке, то порой, ну, смотря как узнаешь, бывают такие, ну, заказы, которые ты, ну, делаешь, что ты его взял в заказ, и нужно его отдать. Ты не всегда кайфешь от этого. А вот, а в термуви, когда делаешь, я чувствую, что, более, мне прям, ну, аж я сижу такой с мурашками от музыки, думаю, все, этот кара, вообще, блядь. Ну, реально, аж такой, сейчас так вспоминаю, что, наверное, так. А вообще монтаж, это нудно или нет? Ну, я думаю, поначалу тяжело, а уже со временем, когда у тебя опыт приходит, скилл растет, уже, как бы, у тебя глаз набивается, руки набиваются, то есть, и горячие клавиши, и прочее, ты уже, уже быстрее, 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 все приходит. То есть, уже понимаешь, где еще показать, что уже можно не снимать даже, то есть, все равно это основное приходит на, на, во время съемки. То есть, если ты, понятно, что приходишь, ты не понимаешь, что ты снимаешь, ты доснимаешь, там, грубо говоря, там, 120 гиглов наснимаешь, там, у тебя выходит 6 часов съемки, из этого, ну, не говна, как бы, грубо говоря. Всего разбирать это очень много, лучше сразу на, отснять то, что тебе нужно, то есть, понимание было во время съемки. Это, этого легче на монтаже. И чистить, и чистить, и, если перебил, и чистить уже перед монтажом, уже в плохие, неудачные кадры, то есть, там, где-то, то ли секунды там снят, и знаешь, что ты такие, либо, там, люди там некрасиво выглядят, это просто сразу чистить. Тебе легче было выбирать. Какие основные ошибки монтажера? Тормовики, ну, наверное, крупность планов, кадров не меняют. То, что общий, 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 там, что с одним фокусным расстоянием снято, что, я думаю, что должно быть, наверное, не секрет такой, что должно разнопланово быть, чем больше планов, чем больше точек снято, чем раньше всяких, ой, чем больше операционских приемов использовано, тем разнообразнее, интереснее картинка. Смотрю всяких блогеров, ну, я, бывает, что мало что беру для себя, что там больше все-таки для новичков, а так, думал пройти тут курс режиссуры, ну, я тогда что-то там, мне нужно было сумму там, то ли, 150 собрать, чтобы за курс пройти за полгода, ну, я тогда копил на камеру, я от этого отказался, вот, так что. Короче, парень из Краснодара, свадебщик, вот, он прям все правильно рассказывает, но у него стримы очень длинные, а так есть, блин, я слушай, я не помню имен, честно, вот. Ну, сейчас Саботовского смотрят, питерского чувака, но это больше прям для новичков у них. Ассен сделан, чтобы ты все-таки курс покупал у них, то есть они рассказывают много чего интересного, ну, больше для новичков для него. Все, прям, ты очень такое сверхъестественное новое не увидишь, вот, если ты занимаешься. Как ты считаешь, команда нужна или все проще сделать одному? С командой лучше работать, чем одному. Кого нельзя боять команду? Ну, блин, как сказать, ну, если ты видишь, что человек мудак, просто с мудаками не стоит дальше работать, просто если человек там проябывается, что, знаешь, у него вечно какие-то отмазки, я не могу прийти, там, слушай, я монтаж на паттон перенес, что-нибудь там еще, знаешь, значит, отмазан, ну, человеку, значит, не нужно, неинтересно. Но еще у человека глаза горят, и сразу видишь, что он готов, ему это интересно, вот. Как ты думаешь, как дальше будет развиваться видео? Наверное, сети не поглотятся? Ну, я думаю, что, наверное, ну, я думаю, что все равно этот, машины целиком не заменят, но всякие какие-нибудь простые, там, съемки, что, что уже уйдет это на второй план, что сейчас, 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 диджей, сейчас выходит, он там, пятнадцать минут полетал, он двухминутный ролик тебе склеил сам, ты музыку даже себе подобрал, то есть, может, такую музыку поменять, там, видео ряд чуть-чуть сменить, что у тебя же ролик готов, тебе ничего делать не нужно, даже снимать не нужно, сам, как все сделаешь, что технологии развиваются, я думаю, что, может быть, ну, еще не в десяти лет, может, только в кино может останется, и то, наверное, не факт. Это же экономнее лучше, грубо говоря, заплатить за программу, чтобы она, она все только, у нас же как человеческий фактор всегда есть, в любой сфере, это то же самое, а тут не бойся, машина все за тебя делает. Ну, возможно, умрет, возможно, это, ну, спорно так, пятьдесят на пятьдесят, наверное, так. Пожелаю, ребята, снимайте, монтируйте, снимайте, монтируйте, без этого, пока вы не будете руки набивать, голосовой, у вас ничего не выйдет. Только так, только так. Больше никак, методом проб и ошибок. Пробуйте, пробуйте, учитесь, учитесь. Учение свет, практика. Все, отлично, спасибо тебе. Все, спасибо, что позвал. Всем спасибо, что вы смотрели видео до конца. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это был Дима Паш, блог, и как ты паш.